Можно ли просить прощения у своих детей? Многим из нас нужно. Но тут, конечно, всё с рассуждением надо делать. Всё с рассуждением. Можно ли просить прощения у мужа? Нужно, но всё с рассуждением. Пример. Из жизни. Одна женщина приехала. Ну, имя не называю, его считали старцем. Он жив сейчас. Только этот монах уже женатый и прочее. Сначала считали старцем к нему. Ездили многие. И приехала одна раба Божия. Я говорю предметно. Я имя могу назвать её. Только не надо, наверное. И она покаялась, что она в своё время изменяла мужу. Он говорит, что Бог простил, что нужно мужа прощения просить. И не вообще, а конкретно. Изменилась тем-то тогда-то. Столько-то раз. Она поверила, но духа не хватило. Она о своём уже знала. Духа не хватило, поэтому написала на листке. И над кроватью ему повесила. Сегодня вечером родственники навещали её в палате реанимации в больнице. Он её бросил сразу. Ушёл. Ребёнка воспитывала она. Он сейчас священником, правда, её сын. Их сын. Слава Богу. Но воспитывала ребёнка без отца. Обрекла ребёнка на безотцовщину. Поэтому всё с рассуждением. Всё с рассуждением. Нужно нам видеть людей и щадить людей. Если у ребёнка прощение просить, спасительно. Прощение просить всегда спасительно. Но только при этом бояться, чтобы у ребёнка не сложилось впечатление такое, что отец-мать достойны унижения и достойны потери авторитета. Чтобы это не произошло. Если сможет, так то так. Если нет, то вы сдержитесь.